Так как было в древности. А давайте посмотрим, а как было в древности. Как было в древности. Ну, во-первых, от Адама, но Моисея, прошло две с половиной тысячи лет. И за это время Бог не совершал чудес, не через кого изведет. Сам непосредственно, Бог всегда совершает чудеса. Но через конкретных людей, которые имели бы дар чудотворения, Бог не совершал ни через кого. Обратите внимание, Он не совершал ни одного чуда. Ни через Адам, ни через Вилок, ни через Авра, ни через Исаак, ни через Иаак, ни через Иосиф. Бог не совершал чудеса, ни через Историю. Аж до Моисея. Но когда Бог призвал на служение Моисея, то Он совершал через Моисея чудеса и знамения. Но Он это делал в сорок лет. В сорок лет. Вы помните, Моисей бросил жезл на землю, и жезл стал змеем. Взял змея за хвост, и змей стал жезлом. Простер жезл на... опустил жезл в реку, и вода в реке стала кровной. Простер жезл на водоемы, там озера, и оттуда пришло огромное количество жаб. Простер жезл на небо, и пошел в крупный град, который уничтожил всех и всех. И прилетели мухи, и моровая язвь. И многие другие, и воля расступилась, и вода пошла со смолы. И многие другие чудеса, и знамения Бог совершал через Моисея. Каждый день. Вы посмотрите, Моисей вел израильский народ по пустыне. Два миллиона человек. Два миллиона человек надо было накормить каждый день, напоить каждый день. Вы посчитаете, если взять один килограмм продуктов на одного человека за день, умножьте на два миллиона. Два миллиона килограмм в день. А теперь умножьте на 365 дней в годы. А теперь умножьте на 40 лет. Сколько они съели? Где? В пустыне. Где ничего нет? То же самое, для того, чтобы напоить по одному литру воды для человека, не считая животным. Два миллиона литров воды на день, на один день. Умножьте на 365 дней, на 40 дней в годы. Целое озеро они выбрали. Где? В пустыне. Поэтому Бог совершал чудеса и знамения через Моисея. Каждый день. на протяжении 40 лет. Возникает вопрос, для чего? Для того, чтобы утвердить авторитет Моисея, как будущего автора первых книг Библии. Пяти книжек. Тора. Для того, чтобы ни у кого не возникало сомнений, что Моисея – человек Божий. Что это особый инструмент в руках Бога. И то, что написано Моисеем, это написано Богом. Вот для того, чтобы ни у кого не возникало таких сомнений, Бог совершал все эти чудеса и знамения через Моисея. 40 лет. Ну вот, издалитя не вошли и от Моисея до Ильи и Елисея. Илья и Елисея. Два пророка. Прошло 700 лет. 700 лет. От Моисея до Илья и Елисея. Прошло 700 лет. И Бог совершал знамение и чудеса через этих двух пророков. Но малое время, короткое время. Почему? Не просто так. Почему? Потому что произошел раскол Израиля. Израиль раздавился на Северное Царство и Южное Царство. Иуда и Израиль. Израиль с головой ушел в это лопутлонство. Начали строить жертвники языческим богам храмы. И для того, чтобы остановить людей на пути к погиблим, Бог послал двух пророков Илью и Елисея на короткое время. Но 700 лет до этого Бог совершал чудеса и знамение не через Бог. Ильи и Елисея прошло еще 700 лет до Иисуса Христа. До Иисуса Христа. Когда на землю пришел Иисус Христос, то Бог совершал чудеса и знамения через Христа и через Апостол. Возникает вопрос для чего? Ну, во-первых, для того, чтобы утвердить авторитет Христа как Сына Божьего. И для того, чтобы утвердить авторитет Апостола как будущих авторов в них нового взаима. Чтобы ни у кого не возникало вопроса, ни у кого не возникало сомнений, что это написал Бог. Поэтому Бог совершал какие чудеса и знамения через них, через которых никто еще и людей такие чудеса не дает. Но как долго все это происходило? Первое чудо было совершено Господом это было чудо в Кане Галилейской. Это было как только Христос вышел на свое беседерское служение. А вышел в 30-летнем возрасте. Поэтому первое чудо было совершено в 30-м году после Рождества Христова. А последнее чудо мы находим на странице Писания. Это было исцеление Отца Пула, которое было совершено в 70-м году после Рождества Христова. После этого события мы не находим больше никаких чудес и знамений. Поэтому чудеса и знамения совершались через Иисуса Христова и через учеников Христа Апостолов Христа на протяжении 40-ка лет. Это переходной период от Закона к благодати. Тут 40 лет и тут 40 лет. Тут для того, чтобы утвердить авторитет Моисея будущего Аппора как книг Бедного Завета. Тут для того, чтобы утвердить авторитет Апостолов как будущего Апостолов Христа. Теперь смотрим дальше. Когда мы читаем книгу Откровения, мы знаем о том, что будет время, когда Бог пошлет двух пророков на малое время. Помните, да? В Духе каком? В Духе Ирии. В Духе Ирии и Елисея. Да? Вот Бог пошлет двух пророков на малое время. В Духе Ирии. Это уже будет вперед антихности. Вперед антихности. Поэтому, когда мы смотрим, как было в древности, то перед нами открывается уникальная картина. Две с половиной тысячи лет Бог не совершал никаких чудес и знамений через Беде. Сорок лет через Боисея. Семсот лет не совершал. Затем короткое время через Ирию и Елисея. Затем семьсот лет не совершал. Затем сорок лет через Христа и учеников Христа апостола. Затем не совершал. И затем вот через двух пророков на малое время. Мы с вами находимся вот где-то вот здесь. А может быть вот здесь. то есть мы находимся в тот период когда Бог не совершает чудеса и знамения через люди. Это не говорит о том, что сам Бог не совершает чудеса и знамения. Сам Он совершает на протяжении всей истории человечества и сегодня. Но не через конкретных людей, которые не верят в чудотворение. Если какой-то человек встает и заявляет, что я имею дам чудотворения, это явление. И очень легко проверить чудеса. вот так было и поэтому вот так происходит и в наше время. Поэтому в наше время отсутствует дам чудотворение. В нем нет надобности. Сегодня Бог совершает чудеса через церковь, церковь, потому что это период церкви. И все, что мы не делаем для созидания церкви, для наседания церкви. И все, что мы когда мы просим Бога, мы просим церкви. Если кто-то болен, то пишем записку и вся церковь молится. Если идет дождь, а нам надо проводить неимационное служение, вся церковь молится. И Бог останавливает дождь. Он совершает чудеса. Я сам был свидетелем этих чудес. И так, когда мы намерены были проводить неимационную организацию в Молдове на стадионе, и льет дождь. Всю неделю льет дождь. А надо проводить неимационное служение на стадионе. И церковь молится, чтобы Господь прекратил этот дождь. Все прогнозы говорят о том, что дождь будет длить до конца недели.